Мы оправдываемся только чистой верой. Галатам, глава 2, стихи 11-21. А когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечён их лицемерием. Но когда я увидел, что они непрямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех. Если ты, будучи иудеем, живёшь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа и Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак, ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. С законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живёт во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдание, то Христос напрасно умер. Прежде чем я начну свою проповедь по этому отрывку, давайте вместе прочитаем Галатам, глава пятая, стихи второй-третий. Вот я, Павел, говорю вам, «Если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа». Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Я сейчас прошу вас прочитать Галатам, глава пятая, стихи второй-третий, чтобы вы сначала изучили предпосылки и причины написания Павлом послания к Галатам, а затем я смогу продолжить свою проповедь по второй главе. С какой проблемой столкнулись церкви Галатии? В отличие от Каринфской церкви, проблемой галатийских церквей был вопрос об обрезании. В церквях Галатии многие люди были обрезаны и многие также настаивали на телесном обрезании. Иными словами, в галатийских церквях были те, кто настаивали на обрезании, утверждая, что всякий, приходящий в их церкви, должен быть обрезан. Очевидно, что это очень беспокоило Павла. Народ израильский верил, что обрезание – это знак того, что они являются потомками Авраама, то есть Божьим народом. Но проблема состояла в том, что в этих галатийских церквях были как иудеи, так и язычники, смешавшиеся вместе. И если некоторые только настаивали на обрезании, то многие уже были действительно обрезаны. Глядя на происходящее в галатийских церквях, Павел счел это серьезной проблемой, которой нельзя пренебрегать. Вот поэтому он увещевал верующих галатов в этом послании. Как мы только что прочитали, Павел сказал, «Если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы». Павел говорил, «Если вы обрезываетесь, какую пользу принесет вам Христос? Неужели вы станете Божьими людьми, совершив обрезание? Если да, тогда что сделал для вас Иисус Христос?» Фактически обрезание не приносит никакой пользы. Скорее наоборот, оно отстраняет человека от благодати Божьей. Павел говорил, «Те, кто настаивают на плотском обрезании и хотят быть обрезанными телесно, обязаны исполнять весь закон Божий. А это означает, что вы должны соблюдать весь закон целиком. Но действительно ли вы можете это сделать? Иными словами, апостол Павел написал письмо для увещания сторонников обрезания в церквях Галатии. Павловы послания затрагивают духовные проблемы каждой церкви. А что касается церквей в Галатии, то Павел начал писать свое письмо к Галатам из-за тех людей, которые утверждали, что они могут стать Божьим народом через плотское обрезание. Если мы будем изучать сегодняшний отрывок из Писания, понимая предпосылки его написания, мы сможем лучше понять, что пытается сказать нам автор в этом отрывке. Давайте вновь прочитаем Галатам, глава 2, стихи 11-13. Когда же Пётр пришёл в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию, ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечён их лицемерием. Здесь Павел сказал, что когда Пётр пришёл в Антиохию, он открыто противостал ему, потому что Пётр заслужил порицания. Почему Павел упрекнул Петра? Потому что тот лицемерил. В чём же заключалось лицемерие Петра? Это произошло, когда Пётр ел с язычниками. К нему пришли некие люди от Иакова, а эти люди были сторонниками обрезания. Сторонники обрезания хоть и верили в Иисуса, но утверждали, что верующие должны обрезываться. Итак, когда пришли приверженцы обрезания, Пётр, испугавшись их, перестал есть с язычниками и поспешно удалился. Вот потому Павел, видя это, упрекнул Петра. Если мы изучим сегодняшний отрывок из Писания, мы увидим, что Пётр настолько боялся сторонников обрезания, что когда они пришли, в то время, как он ел и общался с язычниками, он даже поспешил от них удалиться. Сторонники обрезания, которых боялся даже Пётр, продолжали утверждать, что даже святые должны обрезываться, чтобы стать Божьим народом. Они убеждали их обрезаться телесно, как это сделал Авраам. Каково было основание для подобного довода? Это было суждение о том, что только обрезанные были приняты как Божий народ. Вот поэтому Пётр настолько опасался этих приверженцев обрезания, что сам от них сбежал. Это свидетельствует о том, что сторонники обрезания имели в церкви большое влияние. Так случилось, что многие верующие в галатийских церквях начали совершать обрезания. Апостол Павел вознегодовал. Он был разгневан из-за того, что сторонники обрезания были настолько влиятельными, что, казалось, не было способа их остановить. Даже Пётр от них убежал. Сторонники обрезания утверждали, что хоть люди и уверовали в Иисуса, все мужчины обязательно должны обрезаться. Они не признавали необрезанных, даже если те были святыми. Они превозносили только обрезанных. Давайте сейчас обратимся к галатам, глава 2, стихи 14-16. Но когда я увидел, что они непрямо поступают поистине евангельской, то сказал Петру при всех, если ты, будучи иудеем, живёшь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Апостол Павел здесь упрекнул Петра за его лицемерие, сказав, «Если ты, будучи иудеем, живёшь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски?» Павел также сказал, что человек не может оправдаться делами закона. Говоря всё это, Павел хотел исправить ошибку сторонников обрезания своей верой в Иисуса Христа. Поскольку сторонники обрезания стали влиятельными людьми, Павел хотел бросить им вызов и исправить их ошибки. А здесь эта возможность представилась сама собой. Сначала Павел упрекнул Петра, но вскоре продолжил свою речь осуждением заблуждений и ошибок сторонников обрезания. Прежде всего, он провозгласил, «Человек оправдывается не делами закона». Здесь Павел сделал предметом своей критики дела закона, потому что он хотел подчеркнуть, что человек не становится праведником через обрезание. Сам закон является очень обширным и пространным по своему содержанию. В церквях Галатии были иудеи, а среди них были сторонники обрезания, которые утверждали, что святые могут стать Божьим народом, только если обрежутся телесно. Вот почему апостол Павел здесь говорил им, «Не делами закона люди становятся безгрешными и преображаются в Божий народ, но они оправдываются только верой в Иисуса Христа. А если это не так, то никакую плоть Бог не сможет назвать безгрешной». Иными словами, Павел упрекал сторонников обрезания, дав им ясно понять, что мы оправданы именно верой в Евангелие воды и духа. В эпоху Ранней Церкви всегда были люди, которые отстаивали обрезание даже в Божьей Церкви. Они продолжали утверждать, что верующие могут стать Божьим народом, только если обрежутся. Здесь нам нужно подумать, в чем суть происходящего. И где в нынешнем веке и в нынешнее время мы можем применить эту историю с обрезанием? Мы можем применить ее к вере тех, кто считает, что их грехи изглаживаются, когда они возносят свои молитвы о покаянии. Современные приверженцы молитв о раскаянии утверждают, что когда человек согрешает, после того, как он уверовал в Иисуса, его грех изглаживается только посредством молитв о раскаянии. Так действительно ли наши грехи изглаживаются посредством молитв о раскаянии? Павел здесь сказал, что человек не оправдывается делами закона. В таком случае могут ли чьи-либо грехи быть изглажены, если он возносит молитвы о покаянии? Нет, он может утешиться лишь на короткое время после молитвы, но подобными молитвами о раскаянии его грехи никогда не будут изглажены полностью и навсегда. Вот почему Павел сказал, «Человек оправдывается не делами закона». Мы должны осознать, что это достигается только верой в Иисуса Христа по Евангелию воды и духа. Итак, Павел сказал, «И мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона». Галатам, глава 2, стих 16. Я здесь постоянно поднимаю этот вопрос, потому что так много христиан по всему миру верят в то, что их грехи изглаживаются, когда они возносят свои молитвы о покаянии. Подобное упорство не соответствует Слову Божьему, однако, несмотря на это, молитвы о покаянии распространились по всем церквям на этой земле. Это ничто иное, как такая же вера сторонников обрезания. В наше время они являются приверженцами молитв о покаянии. Эти люди являются лицемерами, а попытка смыть свои грехи посредством молитв о раскаянии явно ошибочна перед Богом. однако многие христиане по всему миру и даже некоторые верующие в Евангелии воды и духа по-прежнему этого не знают. Утверждение о том, что человек оправдывается с помощью своих молитв о раскаянии или через постепенное освящение, это то же самое заблуждение сторонников обрезания, описанное в сегодняшнем отрывке их писания. Они придерживались только телесного обрезания, чтобы стать Божьим народом. Поэтому совершенно бессмысленно утверждать, что человек должен сначала уверовать в кровь Иисуса, пролитую на кресте, и тогда его грехи, совершенные впоследствии, будут изглажены только с помощью молитв о раскаянии. Библия ясно говорит, человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа. Галатам, глава 2, стих 16. Иными словами, мы оправдываемся только потому, что веруем в то, что Иисус Христос изгладил все наши грехи посредством Евангелия воды и духа, и мы становимся безгрешными не через возношение молитв о покаянии и не через телесное обрезание. Подобного не может быть никогда. Вот о чем здесь говорит апостол Павел. Из примерно миллиарда христиан в этом мире сколько из них по вашему мнению в действительности знают, что их грехи не изглаживаются посредством их молитв о покаянии. Праведники должны возносить не молитвы о покаянии, но с их стороны должны последовать истинное исповедание веры и истинное покаяние. Современные молитвы о покаянии считаются обрядом, через который следует пройти, чтобы уверовать в Господа и последовать за Ним. Подобно тому, как католики верят, что они как-нибудь смоют свои грехи через таинство исповеди, многие протестанты ошибочно считают, что их грехи омываются посредством их молитв о раскаянии. Из-за того, что практически все христиане по всему миру являются таковыми, они не имеют никакого понятия о том, насколько ошибочно это верование. Некоторые из них могут иметь некоторые познания, но они не могут ясно их изложить на основании библейского слова. Не через молитвы о покаянии человек становится безгрешным, но его грехи изглаживаются до снежной белизны по его вере в Евангелие воды и духа. Однако, кто из современных христиан может сказать, что вера в покаянные молитвы является ошибочной? Неправильно пытаться смыть свои грехи посредством молитв о раскаянии, но кто осмелится об этом сказать? Подобные молитвы о раскаянии получили официальное одобрение в современном христианстве как процесс омовения грехов человека и указать на ошибочность этого значит положить начало новой реформации веры еще более значительной чем та которую начал лютер когда выступил против папства и возвестил о реформации по мнению людей чтобы смыть грехи которые они совершили после того как уверовали в кровь иисуса пролитую на кресте нет другого выхода кроме как возносить молитвы о покаянии но павел здесь говорит нам насколько это ошибочно каждый христианин в этом мире должен понимать что сказал апостол павел галатийским церквям если вы обрезываетесь не будет вам никакой пользы от христа галатам глава пятая стих второй христиане по всему миру пытаются получить прощение своих грехов через молитвы о покаянии но какое это заблуждение независимо от того верите ли вы в евангелии воды и духа если вы исповедуете свою веру в иисуса как в своего спасителя вы должны осознать что вера в то что вы можете освободиться с помощью своих молитв о раскаянии отстраняет вас от христа фактически вы уже удалены от него среди иудеев мужчины признавались божьими людьми если они были обрезаны как только мужчины иудеи обрезывались телесно они тотчас же признавались божьими людьми а как же тогда быть с необрезанными иудеями они не считались иудеями потому что для иудейского народа обрезание было знаком принадлежности к божьему народу поистине бог обещал в ветхом завете я буду вашим богом и богом ваших потомков но вы и ваши потомки должны быть обрезаны и так в ветхом завете сказано что обрезание это знак божьего народа а что же тогда сказал апостол павел в новозаветную эпоху в римлянам глава вторая он сказал обрезание которое в сердце римлянам глава вторая стих двадцать девятый он сказал что человек должен должен быть обрезан не на плоти но в сердце веруя в то что иисус христос изгладил все наши грехи через свое крещение и пролитие крови мы должны быть духовно обрезаны в наших сердцах по нашей вере в евангелие воды и духа иными словами мы с вами должны получить истинное спасение веруя сердцем что иисус взял на себя все наши грехи приняв крещение у иоанна крестителя умер на кресте и тем самым спас нас от всех грехов мира именно потому что иисус христос пришел на эту землю и спас нас от грехов мира посредством евангелия воды и духа наши грехи омываются не через молитвы о покаянии поскольку он полностью спас нас своими праведными деяниями мы пришли к спасению через нашу веру в это совершенное евангелие стали божьим народом безгрешными людьми едиными с христом и получили оправдание нет иного способа стать божьим народом кроме этого ни один святой не может изгладить своими молитвами о покаянии ни единого греха подобным же образом люди никогда не смогут стать божьим народом через плотское обрезание верить по-другому совершенно бессмысленно ваше духовное обрезание исходит от вашей веры в евангелие воды и духа а не от каких-либо других ваших собственных дел когда вы уверуете в иисуса христа как в своего спасителя и когда вы уверуете что иисус христос спас вас приняв крещение умерев на кресте и вновь воскреснув из мертвых тогда вы сможете раз и навсегда получить прощение своих грехов нет иного способа получить прощение грехов кроме веры в то что иисус христос изгладил все наши грехи бог никогда не предоставлял нам никаких других возможностей не важно что некоторые христиане могли исполниться вдохновением не важно что они могли видеть видение и не важно что они могли слышать голос господа в своих снах а может быть и наяву все это бесполезно независимо от того насколько ревностно человек молился иисусу о покаянии насколько регулярно он посещал утренние молитвенные собрания и насколько законно он он мог быть обрезан все это не имеет никакого отношения к его спасению прилежно ли он соблюдал субботу или другие ветхозаветные праздники это тоже не имеет никакого отношения к его спасению только и исключительно через веру в евангелие воды и духа приходит наше спасение только по вере в иисуса христа как в нашего спасителя который пришел водой и духом мы можем истинно спастись наше спасение приобретается только по нашей вере в евангелие воды и духа и для этого не нужно совсем никаких усилий с нашей стороны даже на одну десятую процента предположение о том что мы омываемся от своих грехов потому что возносим молитвы о покаянии или о том что мы стали божьим народом потому что были обрезаны все подобные предположения которые включают в себя наши дела даже на одну десятую процента вредят господнему спасению если для нашего спасения необходимы наши собственные дела даже на одну десятую процента это может только означать что Иисус Христос не смог нас спасти совершенным образом посредством Евангелия воды и духа но однако Иисус Христос поистине спас нас от всех наших грехов совершенным образом поэтому если только мы уверуем в Него и во все что Он для нас сделал мы сможем спастись от всех наших грехов нам больше нечего делать кроме как всем сердцем уверовать в Евангелие воды и духа однако несмотря на это если кто-либо по-прежнему пытается совершить плотское обрезание или молиться о покаянии он будет отторгнут от благодати Божьей такому человеку суждено отпасть от благодати Божьей и от спасения которое даровал нам Бог по сути каждый во всем мире должен знать Евангелие воды и духа и каждый должен прекратить свои попытки обрести спасение с помощью собственных усилий среди тех из вас кто теперь пребывает в этой церкви а также из всех христиан по всему миру уверовавшие в то что их грехи изглажены потому что они возносили молитвы о покаянии должны осознать что они совершили великий грех против Бога они теперь должны отвергнуть свою плотскую веру и вместо этого уверовать в Евангелие воды и духа и они должны ясно осознать каким заблуждением являются подобные верования возношение молитв о покаянии может показаться высшей добродетелью но нет дела нечестивее чем это не молитвы о покаянии следует возносить но мы должны сначала покаяться покаяться отвратиться от наших злых дел мы сначала должны покаяться перед Богом и если мы действительно хотим исповедать свои грехи то мы должны произносить исповедальные молитвы мы должны исповедоваться перед Богом и молиться ему следующим образом я совершил эти грехи однако ты уже спас меня от этих грехов я уверен что ты уже изгладил даже эти грехи посредством Евангелия воды и духа пожалуйста сохрани меня чтобы я вновь не подвергся подобным искушениям вот это правильная исповедальная молитва когда мы признаем свои грехи мы никогда не сможем очиститься от наших личных грехов вознося молитвы о покаянии если бы вы пошли в каком-то направлении и поняли что это неверный путь тогда вы должны обернуться и попытаться найти правильную дорогу фактически люди должны отвратиться от ложных путей своей веры и найти правильный путь чтобы уверовать в бога должным образом молитвы о покаянии когда люди говорят только пустые слова я согрешил пожалуйста прости меня я больше никогда не буду делать подобного я верю в это являются ложными однако в современном христианстве некоторые по-прежнему утверждают что могут смыть свои грехи посредством молитв о раскаянии эти люди превращаются в злейших врагов бога крайне ошибочно верить что человек может смыть свои грехи через молитвы о покаянии если человек совершив грех только говорит господи я сожалею об этом пожалуйста прости меня это не означает что его грехи изглажены все остается по-прежнему вне зависимости от того в какой мере он полагается на кровь господа пролитую на кресте это потому что он пренебрегает заслугами господа представленными в евангелии воды и духа попытка смыть свои грехи через молитвы о покаянии это попирание божьей любви отвержение божьей праведности и отказ от своей собственной праведности что является великим грехом причиной того что христиане по всему миру сталкиваются с таким большим количеством проблем является учение о покаянии и даже если человек знает евангелие воды и духа и верит в него но позволяет потоку неверия увлечь себя его вера на этом заканчивается так в чем же различие между тем кто верит в евангелие воды и духа и тем кто верит что его грехи омываются посредством его молитв о раскаянии мы должны хорошо об этом знать только когда мы узнаем в чем различие мы сможем осознать насколько это неправильно молиться о покаянии и покончить с этой практикой и только тогда мы сможем проповедовать евангелие воды и духа тем кто усердно но бесполезно молиться о покаянии если мы хотим сказать им что они ошибаются полагаясь на молитвы о покаянии мы должны сначала получить ясное представление об этих вопросах а без этого мы не сможем рассказать им как получить прощение грехов по вере в это истинное евангелие если вы сами не поймете что неправильно в молитвах о покаянии то очевидно что вы не сможете рассказать об этом другим сунцзу древнекитайский полководец сказал в своем искусстве войны узнай себя и своих врагов и ты никогда не проиграешь подобным образом только когда мы сначала уточним и подробно объясним что неправильно в их вере а затем проповедуем им евангелие воды и духа они с нами согласятся прежде всего нам нужно осознать что если кто-либо верит что он может смыть свои грехи посредством своих молитв о раскаянии мы очевидно не можем проповедовать ему евангелие воды и духа большинство христиан по всему миру пытаются получить прощение своих грехов вознося молитвы о покаянии вот поэтому мы сначала должны получить ясное представление об ошибках этого учения о покаянных молитвах итак этому вопросу нельзя не придавать большого значения можно без преувеличения сказать что те кто утверждают что они смывают свои грехи вознося молитвы о покаянии не верят в евангелие воды и духа данные иисусом христом поэтому всякому кто имеет подобную веру мы должны внятно проповедовать евангелие воды и духа подобные люди чья вера основана на их молитвах о покаянии которые они возносят ради своего спасения глубоко заблуждаются и поэтому им сначала нужно отвергнуть эту беззаконную веру затем они должны уверовать в евангелие воды и духа ибо только верой в это евангелие они могут спастись чтобы проповедовать это евангелие другим вы сначала должны подтвердить в своем сердце что вы спаслись от всех своих грехов по вере в иисуса христа который пришел на эту землю водой и духом если вам самим это непонятно тогда вы не можете проповедовать евангелие тем христианам которые верят что они освобождаются от своих грехов с помощью своих покаянных молитв если же ища оправдания во христе мы и сами оказались грешниками то неужели христос есть служитель греха никак ибо если я снова созидаю что разрушил то сам себя делаю преступником галатом глава вторая стихи семнадцатый восемнадцатый если же ища оправдания во христе мы и сами оказались грешниками то неужели христос есть служитель греха павел сказал что это конечно же не так апостол павел говорит здесь что верующие в евангелие воды и духа больше никогда не могут стать грешниками если они верят в иисуса должным образом понимая что обрезание плоти не имеет никакой силы иными словами если человек отвергает веру в свои собственные дела и верит в иисуса христа как в своего спасителя который пришел водой и духом тогда он праведник и никогда не может быть грешником апостол павел продолжил свою речь ибо если я снова созидаю что разрушил то сам себя делаю преступником под словами созидаю что разрушил он имел в виду закон особенно телесное обрезание таким образом здесь в этом отрывке выражение если я снова созидаю что разрушил относится к попытке стать божьими людьми через плотское обрезание поскольку это попытка получить прощение грехов соблюдая и практикуя закон павел говорит что это превращает того кто так поступает в преступника который грешит против бога павел утверждает о том же в галатам глава третья и в римлянам глава четвертая когда авраам стал праведником поскольку авраам уже уверовал в слово божье его вера была вменена ему в праведность задолго до того как он был обрезан это говорит нам о том что авраам уже тогда был признан богом за свою веру и стал праведником только когда человек уверует в слово божье он становится праведным что же тогда происходит первым обрезание плоти или вера в слово благословений которые бог обещал аврааму авраам уверовал в данное богом слово обетование о том что он умножит его потомков как звезды небесные вот так была признана вера авраама задолго до того как авраам был обрезан на плоти бог дал ему свое слово благословений и он уверовал в это обещание именно потому что авраам уверовал в божье слово обетование до того как он был обрезан бог вменил ему эту веру в праведность а затем пообещал что он станет богом его потомков он сказал аврааму чтобы он совершил плотское обрезание в качестве знака этого обетования бог сказал что телесное обрезание это знак духовного обрезания которое авраам принял по своей вере в божье слово таким образом теперь это означает что бог по-прежнему говорит нашим сердцам что мы с вами можем стать его детьми только по вере в евангельское слово благодаря Иисусу Христу который пришел водой и духом именно по нашей вере в евангелии воды и духа мы получаем прощение грехов и тотчас же становимся праведниками ибо если я снова созидаю что разрушил то сам себя делаю преступником Галатом глава 2 стих 18 если уже получив спасение по вере в Иисуса Христа который пришел водой и духом в наши сердца мы еще совершим обрезание к чему это приведет это сведет на нет заслуги Иисуса Христа которые удовлетворили все справедливые требования закона мы никогда не сможем стать безгрешными совершив плотское обрезание так как вера Авраама была признана когда он уверовал в Божье слово наши грехи изглаживаются не через плотское обрезание и не через возношение молитв о покаянии скорее мы раз и навсегда омываемся от своих грехов и становимся праведниками веруя сердцем своим в Иисуса Христа который пришел по Евангелию воды и духа как наш спаситель верите ли вы в это не что иное как это является оправданием верой мы можем стать праведными только верой именно по нашей вере мы были признаны богом а также спасены и оправданы если мы были оправданы веруя сердцем своим только в данное богом евангелие воды и духа и в то что он для нас сделал как мы можем снова возвратиться к религиозным обычаям которые относятся к делам а не к вере вот почему мы говорим что наше оправдание приходит по нашей вере оправдание верой означает что мы обретаем праведность бога веруя в его слово апостол павел дал ясно понять что телесное обрезание не спасает человека оно не может нас спасти мы можем обрести спасение скорее через духовное обрезание то есть верой в евангелии воды и духа духовное обрезание означает принятие прощение грехов сердцем верующего в евангелии воды и духа этим духовным обрезанием мы можем вырезать все наши грехи из наших сердец как авраам отсек свою крайнюю плоть кремниевым ножом вот о чем говорил апостол павел давайте обратимся к галатам глава 2 стих 19 законам я умер для закона чтобы жить для бога апостол павел провозгласил что он умер для закона он не говорил что пытается исполнять закон почему если человек стоит перед законом выявляются только его грехи потому что бог свят справедлив и добр римлянам глава 7 стих 12 итак библия говорит потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть ибо законом познается грех римлянам глава 3 стих 20 иными словами закон только выявлял грехи павла и он понимал что должен погибнуть вот почему апостол павел нисколько не защищая закон сказал что по закону он умер для закона он сказал что должен быть предан смерти чтобы жить для бога он признал величие слова божьего слово истины закон невозможно соблюдать как бы человек не пытался это потому что требования закона настолько жесткие что если бы человек мог стать праведным соблюдая закон ему следовало бы не только обрезаться но соблюдать все праздники и выполнять все шестьсот тринадцать положений которые точно определяют что он должен и чего не должен делать в своей жизни поэтому павел не мог избежать признания что он просто не способен соблюсти закон он также признал что в то время как закон божий так совершенен и так справедлив сам он является очень грязным нечистым и неизбежно обреченным на гибель вот почему павел признал что он отстранился от его соблюдения и умер для закона когда он понял всю сущность закона он уже не пытался исполнять закон но признал что он должен умереть по причине совершенных требований закона и верил в это соответственно он сделал это чтобы жить для бога иными словами павел осознал что никогда не сможет спастись от своих грехов самостоятельно а только с божьей помощью и он не мог не уверовать в евангелии воды и духа чтобы бог мог его спасти он сказал что умер для закона чтобы встретить своего спасителя и получить дарованное им спасение через господа иисуса христа он также получил новую жизнь по евангелию воды и духа эти убеждения павла позволили ему приобрести оправдание истинную веру мои единоверцы если вы не поймете послание к галатам правильно вы не сможете даже приблизиться к истине возможно вы думаете поскольку в древние времена были приверженцы обрезания я предполагаю что все они докучали павлу вопросом об обрезании лицемерил даже петр за что и получил при всех упрек от павла человека который был моложе его по вере я думаю что с этим все ясно здесь нет ничего особенного но однако вы должны понять что этот отрывок написан в библии с целью преподать нам некоторые уроки полезные для наших дней и вы должны отчетливо понять это послание не будь книги послания к галатам мы не смогли бы подробно объяснить тем кто верит что прощение грехов приобретается через их собственные молитвы о покаянии насколько ошибочно их вера также неправильно безосновательно утверждать ты заблуждаешься это всего лишь образ мышления по принципу все или ничего который гласит я прав а ты нет и хоть я не могу это доказать но это так и есть но все это так безрассудно как и утверждение гитлера о том что немецкая раса превосходит все остальные нужно разумно объяснить как почему и что неправильно в учении сторонников обрезания здесь в сегодняшнем отрывке из писания павел отчетливо указывает насколько было ошибочно и лицемерно настаивать на обрезании благодаря этим отрывкам из послания к галатам современные христиане могут теперь понять насколько ошибочно полагаться на молитвы о раскаянии и искоренить свои ложные верования давайте прочитаем галатам глава вторая стихи девятнадцатый двадцатый я сораспялся Христу и уже не я живу но живет во мне Христос а что ныне живу во плоти то живу верою в сына Божия возлюбившего меня и предавшего себя за меня это раскрывает суть веры Павла он всем сердцем верил в Иисуса Христа он не выставлял на показ свои собственные дела но искренне верил в дела Христа а также в то что Иисус Христос пришел на эту землю взял на себя его грехи через свое крещение был распят и умер за него вновь воскрес из мертвых и тем самым вновь вернул его к жизни иными словами Павел целиком и полностью верил в то как именно Иисус Христос стал его совершенным спасителем И вот он начал провозглашать Я сораспялся Христу Галатам глава 2 стих 19 это было исповедание его совершенной веры в Иисуса как своего спасителя это было исповедание искренней веры в то что Иисус взял на себя грехи мира приняв крещение у Иоанна крестителя умер на кресте вновь воскрес из мертвых и тем самым полностью избавил его от всех грехов это свидетельство чистой веры апостол Павел сказал что по своей вере он умер с Христом и вместе с ним ожил такова была вера апостола Павла мои единоверцы разве апостол Павел говорил что ваши грехи смыты или что вы можете очистить себя от них при помощи молитв о раскаянии все то время когда сторонники обрезания утверждали что христиане должны обрезываться апостол Павел провозглашал ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания ни не обрезания но вера действующая любовью галатам глава 5 стих 6 иными словами наше спасение приобретается 100% верой в Евангелие воды и духа ни одно наше дело не вносит вклад в наше спасение все наши собственные дела и наша собственная праведность не стоят ни копейки а теперь представьте себе что одна из наших сестер постоянно теряет волосы и в то время как она готовила нам суп в него попали несколько ее волос неужели нам было бы легко есть этот суп если мы видим пучок ее волос плавающих в супе сможет ли кто-нибудь из нас его есть конечно нет подобно этому наша вера также должна быть чистой нам нужна чистая вера в Иисуса Христа и в то что он для нас сделал без всяких добавлений и изъятий если мы верим в данное Богом Евангелие воды и духа воспринимая его таким как оно есть все мы спасены в полном соответствии с нашей верой необходимо верить в Евангелие воды и духа воспринимая его таким каким оно является вера апостола Павла побудила его сказать я сораспялся Христу и уже не я живу но живет во мне Христос Галатам глава 2 стихи 19 20 Разве апостол Павел сказал здесь что он действительно что-то сделал нет ни слова не было сказано о том что он верил только в кровь Иисуса пролитую на кресте и возносил молитвы о покаянии что он был обрезан что он старательно придерживался всех праздников или прилежно соблюдал закон иными словами с его стороны не было никаких дел которые были бы зачтены все что он должен был делать это только верить в Бога и исповедовать я сораспялся Христу и уже не я живу но живет во мне Христос апостол павел спасся только по вере в Иисуса и в то что он для него сделал как чиста эта вера он просто верил он не говорит но я сделал это или то он только верил в сердце своем что Иисус Христос пришел на эту землю как наш спаситель был крещен Иоанном крестителем чтобы спасти каждого человека в этом мире вознес эти грехи на крест и был распят а после того как пролил свою кровь и умер вновь воскрес из мертвых тем самым став нашим спасителем я сораспялся Христу и уже не я живу но живет во мне Христос Галатам глава вторая стихи девятнадцатый двадцатый а вы тоже в это верите в вере апостола Павла не было каких бы то ни было его собственных дел он полностью был спасен только по своей вере он был полностью спасен по вере в Евангелие воды и духа которое он воспринимал в точности таким каким оно является нет иного пути к спасению кроме этой веры Павел продолжил свое исповедание А что ныне живу во плоти то живу верою в сына божия возлюбившего меня и предавшего себя за меня Галатам глава вторая стих двадцатый Павел был спасен только по вере в Иисуса и его спасение не имело ничего общего с его трудом он не отстаивал перед богом свои добрые дела и не выставлял на показ свои преданные молитвы но принес богу только свою веру это та же вера которая была у Авеля когда он принес в жертву от первородных стада своего и от тука их он верил в Иисуса Христа первородного от стада своего с чистым сердцем богу было угодно принять его жертвоприношение чистой веры но он не почтил Каина и его жертву почему бог не захотел принять жертву Каина потому что тот принес в жертву господу богу от плодов земли дела своей плоти бытие глава четвертая стихи первой пятой апостол павел также верил в иисуса как своего совершенного спасителя и он верил что хоть у него и не было выбора кроме как умереть и погибнуть перед христом иисус возлюбил его настолько что спас павла приняв крещение умер умерев на кресте и вновь воскреснув из мертвых таким образом павел подобно ребенку принял эту истину такой какой она есть и уверовал в нее у нас с вами должна быть такая же вера каждый христианин в этом мире тоже должен в это верить когда мы даем грудным детям что-нибудь съедобное разве они не открывают свои ротики они открывают свои ротики подобно птенцам даже когда мы вынимаем из своего рта конфету и говорим ам они тотчас же открывают свои ротики рефлексивно открывают ротики когда вы только говорите им пора кушать они уже открывают свои ротики это потому что данное выражение означает что мы собираемся их кормить слово ам для младенцев означает что кто-то собирается дать им покушать нам нужно иметь вот такую детскую веру когда господь говорит я спас тебя я послал на эту землю своего сына и побудив его принять крещение умереть на кресте и вновь воскреснуть из мертвых я повелел ему взять на себя все проклятие греха и полностью смыть ваши грехи и мой сын принял смерть вместо вас а чтобы вы обрели новую жизнь мой сын воскрес поэтому мой сын ныне спас вас верьте в это мы только говорим да и верим соответственно коль скоро Павел сказал я сораспялся Христу и уже не я живу но живет во мне Христос мы полностью спасены по вере в евангелие воды и духа а не благодаря закону или своим делам Павел был спасен чистой верой многие люди могут по-разному истолковывать сегодняшний отрывок из писания однако он дает ясно понять что через дела закона молитвы о покаянии обрезание и тому подобное ни один человек не может спастись от своих грехов Павел не был спасен по вере в Иисуса а затем добавил что-нибудь сверх этого но он был спасен только потому что уверовал и принял в свое сердце что Иисус Христос спас его через Евангелие воды и духа к этому он не прибавлял ничего вот что Павел говорит в сегодняшнем отрывке из писания после того как апостол Павел был спасен жил он верой в сына Божьего или нет конечно да вот поэтому он и проповедовал Евангелие воды и духа а теперь давайте обратимся к галатам глава 2 стих 21 не отвергаю благодати Божией а если законом оправдание то Христос напрасно умер Павел здесь сказал что он не отвергает благодати Божьей вот такая у него теперь была вера он дал понять что обрел спасение только верой в Божью благодать вот почему он сказал что если оправдание дается по делам закона то Христос умер напрасно если наши дела хоть как-то способствуют тому что мы становимся безгрешными это только может означать что Иисус умер напрасно если такие поступки как добрые дела возношение молитв о покаянии или добродетельная жизнь хоть что-то к этому добавляют Христос умер напрасно иными словами все что сделал для нас Иисус когда был на этой земле а именно принял крещение и умер на кресте становится абсолютно бесполезным если к его спасению хоть в малейшей мере прибавляются наши собственные дела мы не должны отвергать благодати божьей мы должны принимать ее с благодарением воздавать славу в благодарении и объединяться с господом с благодарением поскольку мы сораспялись Христу наши сердца объединились с ним мы с вами должны получить оправдание верой и таким же образом стать безгрешными верующие в то что господь изгладил их грехи через евангелие воды и духа являются безгрешными людьми подобными людьми должны стать мы все не отвергаю благодати божией а если законом оправдание то Христос напрасно умер галатам глава 2 стих 21 если мы можем смыть свои грехи посредством молитв о раскаянии то Иисус Христос пришел на эту землю напрасно он напрасно был крещен и столь же напрасно умер на кресте так ведь получается мы теперь должны понять что все эти галатийские церкви погибли после смерти апостола Павла эти церкви исчезли бесследно это говорит нам о том насколько опасно отстаивать свои собственные дела и прибавлять эти дела закона к нашему спасению нам крайне необходимо ясно понять насколько нечестиво выставлять на показ наши собственные дела возможно вы думаете действительно ли все дела плохи неужели в наших делах нет ничего доброго я уверен что есть нечто доброе даже в наших делах однако думать подобным образом тоже очень опасно поскольку наши отцы по вере были обрезаны что плохого если мы тоже обрежемся что плохого если мы верим в евангелие воды и духа а также совершаем обрезание давайте сохраним хорошую традицию думает ли кто нибудь из вас подобным образом но это крайне ошибочно это не что иное как лицемерие а также подстрекательство других к лицемерию именно из-за этого евангелия воды и духа подверглась искажению и именно из-за этого многие люди погибли то что мы считали добрым прежде чем родились свыше и то что мы считали добрыми делами и благими мыслями все это в действительности оказалось нечестием вот почему Павел сказал что ради Христа он считает всякую прибыль убытком и даже мусором филиппийцам глава третья стихи седьмой восьмой проходил ли кто-нибудь из вас курс под названием внутреннее исцеление это очень вредный курс это отвержение благодати иисуса христа это иллюзия которая побуждает нас думать мне больно но когда я думаю об иисусе христе не претерпел ли он намного больше мук ради меня мои родители причинили мне боль но разве они также не страдали если человек получает утешение от душевных мук в иисусе христе и говорит что он тоже прощает своего отца то он прощает кого-то сам лично подателем прощения является сам человек он исцеляет сам себя от собственных мук используя иисуса христа и он сам прощает других некоторое время назад я слушал магнитофонную запись подобного курса и хоть он может показаться полезным и благопристойным в действительности он очень вреден мы христиане по всему миру должны понять насколько ошибочно полагаться на собственные дела человек может быть спасен если он преданно и чисто верит в евангелие воды и духа но если он к этому прибавляет хоть немного своих дел добрых или дурных тогда он не может спастись вот почему мы должны их отвергнуть если вы только примете в свое сердце как дитя то что иисус христос для нас сделал вы спасетесь и станете божьими детьми и если вы распространяете это так как оно есть в действительности другие тоже будут спасены ибо написано всякое слово бога чисто он щит уповающим на него притчи 30 стих 5 его слово так чисто я непрестанно воздаю богу благодарение когда мы читаем книгу послания к галатам мы можем ясно понять что наши добрые или дурные дела не имеют никакой взаимосвязи с нашим спасением мы можем постичь насколько ошибочно связывать подобные вещи со спасением которые даровал нам бог мы можем увидеть что лицемерие Петра вводила в заблуждение других и мы можем понять чувства Павла когда он упрекал за это Петра более того наши сердца убеждены в том что когда мы проповедуем Евангелие мы должны проповедовать его в чистом виде независимо от того верят другие или нет все что мы должны делать это только проповедовать Евангелие воды и духа с чистой верой в него но если мы привносим в этот образ что-либо другое наши слушатели только еще больше запутываются а это полагает еще большие трудности на пути к их спасению мои единоверцы мы должны проповедовать Божье слово в его чистом виде так как оно есть теперь как и раньше 10 или 20 лет назад истина по-прежнему живет в Евангелии воды и духа вот почему мы ежедневно говорим о Евангелии воды и духа и проповедуем его поскольку оно является истиной то в его проповедовании невозможно переусердствовать как бы часто мы его не возвещали и через 10 лет разве должен я проповедовать что-либо иное только потому что люди устали слушать одно и то же Евангелие в тот же миг когда я стану проповедовать что-нибудь другое мы исчезнем подобно церквям Галатии мы должны верить в Евангелие воды и духа в его чистом виде вы должны верить в чистую Божью любовь и вы должны верить в спасение которое даровал вам Бог воспринимая его таким как оно есть если вы верите то вы являетесь Божьим народом конечно наши недостатки всегда дают о себе знать но мы по-прежнему являемся Божьим народом по своей вере его слово очистит наши сердца и воспитает вас в вере те кто даже получив прощение грехов по-прежнему следуют за Господом со своими собственными помышлениями и делами в точности подобны тем кто отстаивал обрезание такие люди думают что делают все возможное но это чревато только пагубными последствиями фактически мы должны иметь чистую веру в Бога следовать за ним с чистыми мыслями и проповедовать чистую евангельскую истину зная это и веря в это давайте проповедовать евангелие воды и духа и жить поверье в